Вместо развития экономики Ставропольского края, министр Денис Полюбин постит кринжовые фотки и пацанские цитаты. Покупает себе элитные машины, на которые у него официально нет денег, ходит в дорогих часах и катает дочь на яхтах, вертолетах и кабриолетах. И за этот цирк платим мы с вами. Привет, меня зовут Анна Мензель, это канал Акценты, и сейчас вы узнаете, как из Ставропольского бюджета просадили 9 лямов на бессмысленной покатушке министра по Москве. Почему коррупционные скандалы преследуют Полюбина? Где пристроилась его семья? И почему мама министра не пускает его на хипиш? Министерство экономического развития – одно из ключевых для региона. Министр должен привлекать инвестиции, помогать бизнесу развиваться, тогда будут строиться заводы, расти экспорт и регион станет богатым и успешным. Обычно на такой должности оказываются профессиональные экономисты, успешные управленцы и бизнесмены. У нас все по-другому. После толкового экономиста Крынина пришел он – Ставропольский мистер Кринж. В Ставропольском крае развивает экономику вот этот человек. Денис Полюбин очень любит фотографироваться в своем кабинете, а вот работать не любит. А если бы и любил, все равно не смог. Полюбин по образованию юрист. Закончил юрфак СКФУ, известный на всю страну своей некоррумпированностью и качественным образованием. И как главная кузница кадров для вкусная точка. С работой у Дениса тоже не складывалось. В МУП «Земельная палата», где он работал, силовики взяли инженера Алексея Слежука. Полюбина пока нет. Инженер предложил бизнесмену лоббирование интересов в мэрии. Всего за 2,5 ляма. Для 2010 года многовато. После Полюбин резко продвинулся. В 24 года он работал в региональном правительстве. Серый аппаратчик и дальше мог заниматься юридическими вопросами и приготовлением кофе. Но много на этом не поднимешь. Поэтому Полюбин пошел работать в правительственный комитет, где в то же время на взятки поймали одного из сотрудников. О пищевой промышленности, как и об экономике, Полюбин, конечно, ничего не знал. Интересное совпадение. Почти на каждом месте работы Дениса его коллег закрывали. Или он выбирает самые коррумпированные места, или с его появлением силовики начинают знать больше. Когда Полюбин возглавил комитет по пищевой промышленности, он разбогател втрое. После года работы в комитете его годовой доход составил почти 4 миллиона рублей. Это более 300 тысяч в месяц, только официально. В 10 раз больше, чем зарабатывают простые жители региона, которые и скидываются своими налогами на зарплату Полюбину. Мы самообеспечены. Очень большой доход Полюбина можно было бы объяснить тем, что он что-то продал. Например, дом или квартиру. Но в собственности у чиновника не было ничего, кроме Мерседеса С-класса. И тогда он купил себе машину еще круче. Новый Мерседес Е-класса. В то время иномарка стоила около 5 лямов. Давайте посчитаем, как Полюбин накопил деньги на эту покупку. Годом ранее он заработал 1,2 миллиона. Старую С-шку, судя по сайту объявлений, жена Полюбина продала за 1,7 миллиона. Даже если бы чиновник с семьей бомжевал весь год и забрал бы у жены весь ее годовой доход в 700 тысяч, то на покупку все равно не хватило бы полтора ляма. Видимо, уроки коллег-уголовников не прошли зря. Девиз Полюбина – делать деньги из воздуха, чтобы спустить их на ветер. Мощно для админа пацанского паблика. Тупо для министра экономического развития. После того, как Полюбин делает деньги из воздуха, у него на руке появляются часы стоимостью в 7 зарплат простых горожан. Вот на руке Такхойер Формула-1. Эти элитные швейцарские часы любят носить звезды и миллиардеры. Леонардо Ди Каприо, Ума Турман и лучший гольфист мира Тайгер Вудс. Модель Формула-1 производитель называет флагманской. Материалы – сталь и керамика. Вращающийся в одном направлении безель с 60-минутной шкалой, выполнен из черной керамики, устойчивый к образованию царапин. И имеет безупречную круговую матовую отделку. Отполированы до благородного блеска и рассчитаны на то, чтобы выдержать любые нагрузки в ходе профессиональных гонок. Механизм, конечно, с автоподзаводом, чтобы господин министр не перетрудился. Дорогие часы Денис любит и публично их демонстрировать тоже любит. Чтобы все вокруг понимали, что он человек состоятельный. И серьезные вопросы решает только тогда, когда получает серьезные аргументы. Эти изящные часы-скелетоны удивительно похожи на Морис Лакруа. Ремешок, как полагается, кожа аллигатора. Цена больше, чем полляма. Механизм открыт, чтобы все сразу видели. На руке не дешевый кварц, а серьезный дорогой механизм. А вот еще одна дорогая игрушка. Не такая роскошная, но мало кто в Ставрополе позволяет себе носить такие часы. Швейцарские часы Авиатор Дуглас Дейдей. Стоят чуть дороже 100 тысяч рублей. Сочетая функциональность, обозначающую даты с замысловатым дизайном в стиле арт-деко на циферблате, часы Авиатор Дуглас Дейдей подчеркивают изысканность. Привозят их, конечно, не просто так, а в коробке из полированной стали, покрытой розовым золотом. Роскошно. Дорогих красивых часов у Полюбина, наверное, еще много, но найти их не удалось. Зато есть дорогие некрасивые часы. Атлантик Симун. Стоит почти так же, только рассказать о них нечего даже производителю. Просто выброс денег на понтливую надпись SwissMade. К роскоши Полюбин привык сам и приучает дочь. 15-летняя Полина отдыхает на яхте, летает на вертолете, катается на кабриолете и на такой вот машине. Посмотрите, какой шикарный салон. А ваши дети часто так роскошно отдыхают? И пусть министр хорошо живет, лишь бы работал, развивал экономику, но нет. Самовлюбленный Денис только и может радовать себя. На участие в выставке Prodexpo в Москве Полюбин просадил почти 9 лямов. По идее, на выставке власти должны были заинтересовать инвесторов, подписать с ними договоры и приехать с большими проектами и деньгами. Тогда отрата бюджетных миллионов была бы оправдана. Но в итоге египетские партнеры Полюбина начали отмораживаться и предложили встретиться через несколько месяцев. Теперь бизнесмены приехали уже на КМВ. За все эти декорации снова заплатили из бюджета. Инвесторы снова потусили на халяву, получили поцелуй в жопу от Полюбина и все. Никаких реальных планов и проектов как не было, так и нет. Хорошо поработал Денис Владимирович. За такое развитие можно уже и 400 тысяч в месяц получать. Нужно же как-то мотивировать министра, чтобы он побольше фоток делал. Все эти фотографии в открытом доступе вы не найдете. Ваш министр очень скрытный. Даже кинул меня в ЧС в запрещенной соцсети. Официально, конечно, он оттуда ушел. Написал, что не разделяет двойные стандарты американской компании. И продолжил постить фоточки через закрытый аккаунт. Почему я об этом знаю? Потому что в течение часа попала в бан. Но это не помешает нам насладиться качественным контентом от министра. Вот он сразу нам обозначил, что сам себе судья. Ну и король, конечно. Так что силовики могут даже не пытаться выяснить, откуда у чиновника деньги на красивую жизнь. Вот он говорит, что проживет один день львом. Я правда не понимаю, что в голове у 34-летнего мужчины, который сидит в кабинете министра. Вот что постит этот человек. Когда собрался на хипиш, а мама заставляет надеть шапку. На хипиш с египетскими партнерами. Кстати, мама министра тоже хорошо устроилась. Она работает в Минтруда. Виктория Владимировна руководит центром занятости населения. Более подходящую работу сыну не могла найти. Например, моделью. Может, тогда он в эскорте египетской делегации смог бы хоть о чем-то договориться. Жена министра тоже работает в правительстве. Евгения Дульнева сидит в Минимущество. Пристроены все. Контакт у нас налажен. Да, контакт налажен. Полюбин яркий пример бесполезности. Человек без квалификации пришел в ключевое министерство. Он привык просиживать штаны и целыми днями делать селфи и постить примитивные цитаты. А когда приходит время работать за пределами кабинета, привлекать деньги в регион и общаться с людьми, которые не привыкли вести себя снисходительно к таким личностям, система ломается. И весь непрофессионализм выходит наружу. И ничего не меняется. Полюбин продолжает красиво отдыхать и скупать дорогие вещи, стоимость которых не бьется с его официальными доходами. И при этом яро не наленить коррупцию в своих соцсетях. Его посты — это просто цирк. Сталин выделил два кладбища для взяточников. Политик думает о выборах, а государственный деятель — о будущих поколениях. Ваша дочь Денис Владимирович точно не пропадет. Если, конечно, успеете заработать до того, как вас попросят на выход за хорошую работу. На сегодня все. С вами была Анна Мензель, канал Акценты. Спасибо за то, что помогли мне узнать правду о министре и его скрытой жизни. Мы обязательно продолжим рассказывать об откровенной глупости и коррупции властей. Если у вас есть какая-то информация, присылайте все на почту. Увидимся в новом видео.